В Казани стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады для школьников по литературе. Церемония открытия олимпиады проходила в лицее номер 177 31 марта. Организатором данной олимпиады стал Казанский федеральный университет совместно с Министерством образования Республики Татарстан. Всероссийская олимпиада по литературе, мы к ней уже почти год готовились. Но университет здесь не только соорганизатор конференции наряду с Министерством образования и науки Республики Татарстан, он является базовым учебным заведением наряду с Павловской академией. Мы представляем, так сказать, аудитории базу, на которой будет проходить олимпиадное соревнование. Соревнования по гуманитарным наукам позволяют привить любовь к литературе еще со школьной парты, а любовь к литературе напрямую формирует нравственность всего общества. Именно с такой идеей Казанский федеральный университет проводит данную олимпиаду. Человеческий фактор сегодня играет очень огромную роль в жизни общества. И именно человек, его, так сказать, социальная позиция, убеждение, нравственный потенциал определяет, как он будет работать, как он будет вести себя в любую ситуацию. И вот здесь-то именно гуманитарные науки, так сказать, в том числе литература, они, я думаю, играют огромную роль в формировании вот таких нравственных, возвышенных, добрых, человеческих качеств каждого из нас. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе приняли участие около 270 школьников из 70 субъектов России. Организаторы мероприятия, а также жюри сходятся во мнении, что миф о том, что дети перестали читать, уже давно развеян. Я думаю, что это миф, потому что мы имеем дело с очень сильными, интересными читателями. Конечно, все сейчас устроено по-разному, но говорить в целом, что дети не читают, это неправда. Есть азартные читатели, и вот наша задача поддерживать этот огонь. Олимпиада продлится до 6 апреля, и за это время участники смогут не только побороться в умении понимать литературу и писать художественные тексты, но и увидеть Казань. Для них будут устроены специальные экскурсии. Олег Кашин, Владимир Нелюбин, Универньюз. Продолжение следует...